В Екатеринбурге посредь Белодня на перекрестке Московская-Островского приключился автозамес, являющийся подсознательным ужасом любого пешехода, а особенно молодой мамочки с коляской. Схема аварии называется беля. Одна машина, условно шар, нарушает, вторая кий, бьет ее в бочину, и шар летит в лузу, а именно на тротуар, и собирает там все живое. На Московской все так и случилось. А в лузе, то есть на тротуаре, стояли молодая бабушка и ее восьмимесячный внук в коляске. И только благодаря чуду малышоныш не погиб. Декорация замеса такая. По-московской на встречных курсах катились два болида, вместе составляющие пи. О нет-нет, это не первые буквы от слова запрещенного на телеке со смыслом капец. Это и не тон пик, запиковший это самое слово пи, это число пи. Потому что в одном месте, в одно время сошлись Мазда 3 и ВАЗ 2114. В общем, трешка и четырка. Три, четырнадцать. Пи. Это был разжев для самых необразованных. На перекрестке 33-летней рулевой четырки со стажем пилотирования всего один год, что было обозначено восклицательным знаком на заднем стекле база, грубейшим образом нарушил ПДД, внезапно повернул налево на Островского и не пропустил всех встречных прямоходящих. Пилот белой матрешки, летевший на перекрестках Московской Островского на зеленый, не имел никаких поводов подтормаживать. Потому на всем скаку влетел четырке в правую бочину и выплюнул ее на тротуар, где посредь бела дня, естественно, стояли пешеходы. Один мужчина проявил ловкость и сноровку и отпрыгнул от летящей неуправляемой вазовской торпеды. А вот бабушка с восьмимесячным внуком в коляске среагировать на удар судьбы не успела. И четырка по пути, наджабив и накренив столб, на немного погашенной скорости влетела прямо в коляску. Малыш выпал на тротуар. И, по счастью, ничего более страшного не случилось. Малыху увезли в девятую детскую клинику, где медики надиагностировали всего лишь ушиб мягких тканей головы. А восемь месяцев у малышей все еще мягкое. В общем, пацаненку повезло. И его бабушке повезло. А то при более жестком варианте развития событий, родители ребенка точно бабуську по голове бы не погладили. Доверили ей ребенка, а она... Хотя, безусловно, бабкиной вины нет вообще. Вот молодая мамочка в такой внезапной ситуации, чисто на инстинктах, может быть, и выдернула бы ребенка из-под удара. Или сама бы бросилась под колеса, защищая малыша. А от бабушки такой прыти ждать, конечно же, не приходится. Передо мной машина, я не понял на самом деле, либо разворачиваться ничего, либо поворачивать. Сюда, да, 14? Да. Пешеходы-то были здесь, не видел, никого не заделали? Пешеходов я не видел, смотрел на дорогу прямо. И потом уже понял, что, оказывается, машина вылетела, и женщина проходила с коляской. В результате ДТП ВАЗ-21014 откинула на тротуар, на коляску. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель, пассажир ВАЗ-21014, а также ребенок, который находился в коляске. Пилот матрицы Никита, как видно, здоровьем не травмировался, потому что в япошке вздулись кислородные подушки безопасности. А вот в четырке, испытавший мощнейший боковой удар, покалечились все оба два человека. 33-летний виновник замеса повредился головой, но гораздо хуже пришлось его 30-летней пассажирке на заднем диванчике. Белая матрешка влетела фактически прямо в нее, и впоследствии медики надиагностировали женщине ужас ужасный – перелом таза, и это не считая переломов голени и ключицы, и травмы головы. Из кучи металлолома женщину выковыривали спасатели МЧС, которых вызвали на ДТП, ну чисто так, перекусить. И они своим мощным гидроинструментарием перекусили все стойки-четырки и сорвали ей крышу. Хотя и без этого такой бильярд с ребенком в лузе – это и так был отрыв башни. В общем, в итоге получилось четырка кабриолет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА